здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаю тему сталинграда который завален глиной сверху как и большинство городов в девятнадцатом веке 1860 году это моя версия и дата засыпал глина засыпал тоже это моя версия благодарю всех кто поддерживает канал лайками репостами комментариями и финансовым где это очень все важно благодарю встреча местного экскурсовода нами показала что мировоззрение взгляд на глина засып городов тот же самый что и везде один из вариантов так строили чё и начинка забыл макона заканчивается чем на знаменитом что она пережила события страны городской битвы да это же тоже уникально кстати дожить до сегодняшнего чего не как ну то что она выжила в этой ситуации 3 время на сам я вас не задерживаю пойдем как у вас нервный мужчина давайте следующий автор я могу убрать карточки из вас это так сильно раздражает он у вас какой-то нервный давайте дальше все но это у нас как эвакуировали вот такие фото и виды сверху разрушенного города мне напоминают хиросиму как будто ядерный взрыв был небольшой да ну сами тот с москвы это нервный нет я же не право говорит а так меня не удивляет москвичи того сам чёрт не разбирает как корабли наших отбивали на реке на как народ тонул и ужас как кому память кому слова кому темно все все спасибо а то я боюсь вам до развода может перестаньте а мы уже 40 лет месяц и вот делали вот такие закупные окна до тридцать втором году да они уже с окнами спасибо итак так все и было так все и строили вот прям сразу с этими огроменными окнами под уровнем земли если мы рассмотрим фотографии сразу после освобождения сталинграда 1943 году до некоторых некоторые стены старых домов остались люди спасались от бомбежек в подвалах именно этих старинных домов и по сути их спасала прошлая история до глина засыпа города и до потопные дома их спасали тех оставшихся жителей сталинграда которые не смогли эвакуироваться сейчас посмотрите зарисовку нашего пребывания сталинграде и съемку одного из допотопных дворов которым мы остановились прямое перекрытие это говорит о том что это действительно сталинка то есть она строилась после войны не восстанавливалась прямое перекрытие арки но сами стены вот сами их нижние части это были другие здания недооткопанные вот все они такие центризовал выровненная немного дороги подвалы и большие у этих домов подвалы такие же как этажные перекрытия как и выше но здесь им уже заделаны эти окна вот такой уровень недооткопа и все сталинки дворы у них такие огромные дворы центре уровень грунта намного выше чем на дорогах эти вот даже вот здесь отсюда видно как выравнивали дороги немножко подкапывали под подъездом потому что вот он уровень машина одно и другое там другой уровень здесь подкапывали потерь на эти трубы говорят о том что дом был когда-то автономные автономные обогревания возможно углем но скорее всего углем таких домов автономных много кстати москве еще осталось на каком-то этапе еще не было централизации отопление либо она была разрушена подъезды надеюсь подъезды без тамбуров с подвалами вот все сталинки все дворы вот такие примерно вот опять здесь уровень выше 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 вот он прям недооткуп и вытяжка на дворе то есть здесь все есть подземелья нам скажут это бомбоубежище но кто его строил и когда это бомбоубежище либо но приспособлено под сталинградом есть подземный город это уже факт это установленный факт но об этом не все знают жители сталинграда но те кто занимается его историей знают что там очень много подземельев и они использовались именно во время великой отечественной войны благодаря этому его во многом была определена победа в том числе потому что это были стратегически важные моменты знать где подземелья точно так же но только с обратным знаком минус использовалось это в в афганистане подземные ходы которые использовали талибы против советских войск мы были в гостях в этом доме в одном из подъездов и там оказался полноценный подземный этаж так вот он подвал вот он первый этаж а вот он другой этаж тоже полноценный этаж вот он вот он просто подъезд высокий вот он такой и вот вот мы зашли в объезд полноценный этаж окна даже больше чем в надстрое то есть это был допотопный дом и везде у них как и в наших сталинках московских большие дворы с подвалами и закопанными засыпанными окнами ну днем проведется да хорошо днем вообще сейчас еще сниму двор в котором мы остановились это даже дом может быть более старый вот этот корпус потому что он напротив набережной ну и здесь рядом вот этот дом дореволюционной постройки сохранился тоже с засыпанными этажами само собой рядом с этой сталинкой там набережной вот так по подъезду тамбуры двор здесь не настолько закупан не откопан чем в том дворе вот тамбуры у всех подъездов значит дом запотопный тамбуры пристраивались позже вот и вот у нас кругом по всему периметру эти большие огромные окна и дворы разница грунта вот если этот грунт он подойдет прям вот прям под границу там уровень ниже пескос видно арк уже советская послевоенная то есть вот эта перемычка она более позднее чем вот этот дом что это дома до потопыша какая-то часть остров из них сохранилась вот именно этих домов у реки что-то сохранилось подвалы по крайней мере сохранились и люди вот в подвалах именно пережидали бомбежки подвалах таких допотопных домов это все сказали местные жители что это не мои придумки а это факты жизни вот этот дом тоже выступает тамбур а . это еще не все сюжеты по Сталинграду буду будет еще три один надо будет показать по просьбе зрителей мамой в курган сказать свое мнение и два но возможно сенсационных будет ждите ждите скоро isto была очень занята еще раз благодарю за внимание делитесь этим видео подписывайтесь на канал потому что youtube подписывает очень многих подписчиков от моего канала проверьте пожалуйста подписку всех вам благ с вами была галина конышева